Всем привет! Сегодня 21 марта 2016 года. Понедельник день тяжелый. Сейчас жду одних товарищей. Они хотят Толику посылочку привезти. Попросили меня помочь с этим. Типа, Игорь, ты уже привозил Толяну посылку. Он тебя знает. Почти лично знает. Возможно, дверь откроет. Я согласился охотно на это дело. Договорился с этими ребятами, что встречаемся в 9 на Дубровке. Сейчас уже 10 минут 10. Ребята подъезжают, немного задерживаются. Толяну где-то часиков в 5 сегодня в Твиттере написал, что Толян, Ёля Кошлакова хочет тебе посылочку привезти. Будет дома в районе 22 часов вечера. Мы к тебе привезем ее, оставаясь на связи. Толян, как обычно, ничего не ответил. Толян, надо больше общаться с подписчиками свердными-то. Ждем ребят и едем отвозить посылочку. Ребята уже подъехали. Стоят, ждут меня возле Монголии. Иду к ним. Подошел к Монголии. Монголия. Но ребят что-то нету. Надо зайти, наверное, купить какой-нибудь напиток. Возьмем Лайман Фрэш. Ну и где они, эти ребятки? Ладно, ждем ребят. А вот ребята подъехали. Тут что-то их полная машина. Меня только можно будет вырезать. Ну я все, все, не снимаю. Так, куда мне? Куда? Ну на переднее. Давай. Вот там пиво нормально так. Всем привет. Привет. Кого снимать, кого не снимать? Ты бизайнер. Не бизайнер. Так, Игорь. Меня, меня. Александр. Ёля. А тебя как? Алексей. Алексей. Все, мчим. Я вот парень. Ёля, да. Так что. Так, ну я думаю, тебя не будет видно в кадре. Так что все нормально. Мой противный голос просто. Кстати, вот ты прям верно сказала, что ты узнаешь Вольво эту сразу. Ее трудно не узнать. Посылка там огромная, я смотрю, да? А это что, вторая, это только одна. Еще одна. Толяну на год хватит, да? Обзоры пилить. Ну что, с Богом, едем. Главное, чтобы Толик открыл. Я ему написал. Толя, так а так, мы в 22 приедем. А у нас там еще друган один живет, недалеко от Толика. То есть он тоже хотел как бы это. Ну, можно будет посылочку в багажник, другана сюда. Ну, он сейчас сработает. Пока едет, сейчас он сказал, что я не звонил. Все, ладно, ребята, едем к Толику. Все, ребята, мы приехали к Толику, короче. Парканулись. Будем надеяться, что все у нас пройдет удачно. Где посылки-то? Леха! Да, Скин. Слушай, ну ты, наверное, выходи. Я-то буду снимать, а два человека будут посылки тащить. Юля-то не будет нести ее? Ну, я что-то думаю, я не справлюсь. Ну, конечно, смотрите, какая посылка огромная. Она еще тяжелая еще, к тому же. Ты ее, по-моему, зря перевернул. Я там красивость расставляла. Консервы, да? Да, консервы тоже. Да там что-то, блин, нет. Ты взвешивала ее? Нет, мы не взвешивали. Ну, там реально куча всего вообще. Любой вкус и сладости, и море мою и все. Ну, правильное дело, старались же. Да. Три месяца собирали. Это из салона. Из салона. Это из салона. Там уже все, мне кажется, перевернулось, конечно. У нас, ребята, две посылки. Видите, одна огромная, вторая такая же огромная, но полегче. Легкая, да? Все, идем, большой компания, четыре человека, Толяну посылки отвозить. Саня за четверых считается, так что восемь. Так, а вот и камера, которая эта, в которую все видно. Видите? Это она странно повернута, блин. Я думал, она прям туда будет повернута. Дверь закрыта. Саня, попробуешь? Я думаю, не вырвешь. Думаешь, не вырвешь? Да как ты не вырвешь? Вырвешь ты ее, епта. А если больше силы приложить? С двумя руками. О, да давай, Саня, епта, вырвешь. Блин, ломать тоже нехорошо. Да она на магните же. Да. Давай, Саня, епта. Ладно, ладно, мы же люди культурные, ждем, когда кто-нибудь зайдет сюда. Есть прекрасная возможность покурить. Действительно. Поставь ее, что-то держит. В натуре, она же тяжелая, Леха. Да, нормально. Качаешь мышцу? Да. Попробую еще раз ему набрать. Время-то уже ровно 22. 22.05 даже. Блин, мы фактически приехали, обещали. Прям ровно в 10. Парковались, пока припарковались. Абонент недоступен. Вот Олика здесь видите, внимание. Сегодня до 22 для жильцов подъезда делают дополнительные запасные домовонные ключи. Внимание владельцев собак и кошек, государственная витернарная служба. Нет. Не подходит, да? Не прокатило, нет. Какие есть квартиры? От 1 до 20. Давайте пятую нажмем. Простите, чтобы впустили. У нас ключика нет. Пустите, пожалуйста. Так, а с пятой квартиры не хотят. Ну давайте с восьмой. С восьмой вообще скид. Не вы скидывали. Вот, да. Давай с девятой. Добрый вечер. Алло. Да, да, добрый, я вас слушаю. А можете открыть? Я забыл дома ключи от домофона. То есть вас пустить в подъезд? Да, все верно. О, вот видите? Мир не без добрых людей, ребята. Четвертый. Куда идем мы с пятачком? Большой-большой секрет. Ну что, ребята, какие шансы на то, что у нас все получится? Давай-давай-давай, Санек. Ох ты, елки-палки, прикиньте, что у Толика. Полтора недели. Охренеть. Вот это мы попали. Нет, через подарок надо. Вот это мы попали. С ума сойти, а. Так, тишина, ребята. Лучше, наверное, это... Да. Да, поднимитесь куда-нибудь, чтобы я один был. Стучимся. Стучимся. Ребята, короче, тишина полная. Блин, мы опять, короче, перерезали провода, прикиньте. Барень. Да че, вы видите, опять провода перерезали. Пиздец, вы посмотрите. Пиздец, я предлагаю соседям отдать, потому что хрен знает. Смотрите, я сейчас отдадим соседям, да, я видос выложу. Толик будет в курсе, что посылка у соседей. Ну и как бы, когда он будет, ну, когда он соизволит, да, ну раз, позвонит соседям и заберет. Логично, нет? Ну, он у него точно замерзал. А че все логично? Да, что-то соседи вообще нормальные. Да, нормальные соседи-то, ненормальные. Блядь, опять-таки, я опять-таки, да. Ступал концерт на самом деле. Я когда к нему приходил, я звонил во все квартиры. Никто, никто не, это, не открыл ничего. Не, не понял, а почему даже не можно от соседей спросить? Мне кажется, а в этом плане можно от соседей спросить. Что? А че не скажут? А че не скажут? А че не скажут? А че они скажут, откуда не знают. А мы к Анатолию Маркину приехали. Слушайте, мы западали товарищи уже, честное слово. А мы с благими намерениями посылки ему привезли. Вы видите? У нас там 20 килограмм еды для Толика. Слушайте, я скоро буду вызывать милицию. Вот честно, потому что надоело. Вот это вот испоганили подъезд. Ну, мы видим, что тут очень все некрасиво, конечно. Вы понимаете, что это каждый день? Каждый день? Это каждый день уже. Просто надоело, надоело просто. Я с камерой снимаю ликучки все, потому что все время залеплены все камеры. Ну, мы тут, мы тут, мы тут, мы пишем, по ледаме, камеры. Бедые люди вообще не знаю, как они живут. Вот честно. А можно вас попросить, чтобы мы вам посылки эти отдали, а вы тогда... Не надо мне посылки отдавать. Не, не, не. Смотрите, чтобы... Я сейчас видос выложу. Толик будет знать, что посылка у вас. Он вам поднимется, ну и заберет ее. Как вам такой вариант? Вот, девушка, девушка. Давайте так и сделаем. Смотрите, у нас там просто, смотрите. А ты знаешь, что там посылка? Там где-то, нет. Давайте, давайте откроем, посмотрим посылки все. Конечно. А что, они дома их нет? Мы сейчас стучимся. Нет, если они знают, почему они вам не открывают сами? Я ему написал в 5 часов вечера. Говорю, Толик, мы к тебе в 22 часа привезем посылку. Он ничего не ответил. Может быть, он не увидел. Возможно, они не дома. Нет, ну значит, приедите в следующий раз. Я не буду никаких коробок брать. Давайте откроем посылки, вы посмотрите, что там еда. Каких посылок я брать не буду, нет. Кто? Я уже не раз пакет не брал на ручках. Конечно. Полина, не надо ничего брать. Никакие коробки чужие. Ты не знаешь, что там в коробках? Там может, блин, отравленные продукты. Люди отравятся, мы потом будем виноваты. Ты что, с ума сошла? Ничего не безумно. Смотрите, все лица на камере зафиксированы. То есть, если там будет какая-то отрава, то это уголовное дело. Вы сами понимаете. Вы еще снимаете? Я себя снимаю. А, понятно. Нет, я ничего не буду понимать. Извините. Но кто бы вы больше не надо ходить и стучать здесь? Да мы первый раз привезли сюда посылки, хотели сделать благое дело. Не надо. Или никто не открывает, а вы долбитесь, стоите, да? Мы хотим соседям отдать. Не надо. Чтобы соседи передали. Спасибо. Ладно, удачного вам вечера. А просто, блин, ну видите, они говорят, что каждый день сюда приходят, постоянно залепливают эту камеру. Ну понятно, поэтому они на всех так реагируют. А сами, то есть, когда вот это вот делают, они не выходят. Они боятся, сидят, то есть, в своей квартирке. А когда, то есть, кто-то вот так вот потихонечку, они пытаются. То есть, они видят, да, какие-то, допустим, приехали, три там, не знаю, шалопунки, шмойники, без разницы, краски летят. Они посмотрели, ушли, а приезжают вот так вот, и они начинают, то есть, ну, о чем мы выдачем, чтобы соседи нормально были. Вот эти вот девчонка почти согласилась. Вот, кстати. Ну, мать, мать не позволила. В городу там продукты отравленные. Да, отравить приятно. Ну, отвечаю. Я же предлагал открыть, чтобы... Да, я тратил на это деньги. Ну, тут еще от двери, по-моему, подошли. Позвони, давай попробуем поговорить с соседями. Да, постучись, скажи, Сережа, открывайся. Ну, вообще больше не вышли, когда-то, блин, Сережа, блин. Ну, блин, ну, на кому? Вот я идем, вот я не знаю, какие у меня соседи. Ну, давай пообщаемся, давай пообщаемся. Если люди не захватывают... Ты не переговорщик? Нет, я не переговорщик. У меня переговорщик. Она моет. Ну, стучаться больше бесполезно. Если уже раз они не подошли, то уже не подойдут. По-твоему, сколько дней назад? Где-то дня три, да? Да недавно. Кто-то выходит. Добрый вечер. Можно с вами поговорить? Ермоленко, Игорь. Я к вашим соседям приехал. На самом деле. Ну, ты скажи, кто ли, кто ли, кто ли? Вот, к Толику мы приехали, привезли ему посылки. Не можем до него достучаться. Они приходят очень поздно, в час-два ночи. Мы хотим вас попросить. Нет, я не возьму ничего. Сразу говорю вам. Передали бы. Они какие-то стрёмные, видите, у них тут. Ну, понимаете, ну, Толик, он видеоблогер, и подписчики разные бывают. Ну, нет, я всех помню. У него приходят такое делают. Я ничего не возьму. А во сколько они приходят? Я его даже не знаю, как он выглядит. Ни разу не видели даже. Они приходят ночью, без понятия. Час-два, три. Час-два пришли. Вот я слышала двери стучали. А смотрите, а если как мы попробуем сделать, да? Мы вам отдадим посылки, я видео выложу в интернет, Толик это видео увидит, и вам постучится, ну, скажет, можете отдать посылки, нет? Нет, я не буду связываться. А вот кто из ваших соседей может помочь нам? Ну, спросите. Будут ли они? Ну, я не буду связывать. Не хотите? Не, ну, ладно. Наше дело, спроси, извините. Беспокоиться. Хорошего вечера. Хорошего вечера. Я его как бы даже не знаю. Хорошо. Все, спасибо. До свидания. Ну, видишь, ну, вполне адекватные люди все. Ну, да. А я вот тоже сам сейчас. Час-час. Ну, что, попробуем. Других соседей. Давай я скажу. Вот здесь, мне кажется, жесткие. Не, ну, вот точно будут сам-то забирать, а то он подумает, нафиг мне вообще что-то забирать и даже не будет. Не, ну, походу, эти соседи не откроют. Либо дома никого нет. Либо дома нет, либо просто отверли, и все. Плохо, что предбанника нет. Он вообще дико, ну, дом. Конечно. Вообще подъезд нефот. Всякие пидорасы могут зайти, так и это. Ну, походу, из 15-й квартиры тоже никого нет дома. Блин, а оставлять ее тоже, да? Дома никого у них нету? Ну, да. Оставлять тоже, что-то как-то стрёмно, на самом деле. Да, усадьки еще легко открываются коробки. Либо только, если Леха тут останется, в натуре, дадутся в ночь и будет ждать. Будешь себе ждать, Толя? Не, у меня пил, кстати, у усадьичных, и у багажника, и у нас можно посидеть. Трэндец. Нет, я еще на мать, конечно, рассчитывала, что он подойдет. Я ожидала, что он подойдет, нет, я ожидала, что просто мать подойдет, и все. Мы скажем, типа, вот мы уходим, там, выйдите, заберите. Они заберут, и все, и все, удача. Походу недавно обрезали, так бы уже починили бы, там, если бы дня 3-4 назад, если бы сделали, да, уже починил бы Толик. Ну, хрен знает, ребята. Можно пробовать в другой день привезти, но опять-таки, где гарантия того, что не повторится та же самая ситуация. Я ему написал уже, понимаешь, он стоп-подово не ответит, вот стоп-подово не ответит. После вот этих всех действий... Не, ну как, ну ты же ему уже привозил, как он тебе не ответит? Так он знает меня. Ну, вот именно. Он же, видосов постоянно говорит, что видеодневник день за днем, там, Игорь Ермоленко, все четко. Может быть, он мое сообщение не увидел сейчас в Твиттере, хотя он в Твиттере сидит постоянно. Либо как вариант, и вправду ждать, пока Толик ответит, на сообщение. это ждать можно вечность. Реально, вечность можно ждать. После всех этих действий он вообще ни с кем не хочет общаться. И с знакомыми, и с незнакомыми. А прикиньте, каждый день сюда приходят, и что-то происходит. Мы живем в опасное время, так что... Можно сказать, что операция провалилась по доставке посылок Толику сегодня. Это полный провал. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно к вам обратиться? Смотря на каком он. дело жизни и смерти. Я шучу. Мы вашему соседу, Анатолию Маркину, привезли две посылки. Хотим ему передать их. Его сейчас нет дома. Мы хотели бы эти посылки отдать кому-нибудь из соседей, а он будет знать, что посылки находятся у соседей. И когда у него будет свобод... Это кто? Ермоленко Игорь, видеоблогер. Видеодневник день за днем. В Ютубе выкладываю видео. Как и Анатолий. Анатолий тоже выкладывает видео. Никому не ведет. Вот, вы видели, что там творится? Видали. Мы в шоке. Как и вы, наверное. Я не знаю, кто и что, но за сколько лет живу, первый раз в жизни расписан подъезд. И вот такой безобразие первый раз. Ну, так он же не виноват в этом. Я понимаю, что он не виноват, но вот тех товарищей я бы привлекла. Потому что за всю жизнь, а я здесь живу с рождения, такое безобразие у нас подъезд. Согласен полностью. Но посылки для него я принимать не буду. Хорошо. Приятного вечера. Приятного вечера. Да, Леха, ну все боятся. Все боятся. Никто не хочет принимать. Потому что вот после этого безобразия, конечно... После этого безобразия, да, соответственно. Если мы сейчас это оттелли, я думаю, знает. Потом, ну, соответственно, я так и, в принципе, и хотел. Знаешь, ну... По-хорошему, то ли, ну, надо менять место жительства? Вот, и я, кстати... Менять и не палить адрес. Ты можешь на палку нажать? Нет. Ну, когда нажмешь, скажи, опять. Ну что, увозим тогда их? Ну, смотри, есть два, два, два. Остану жил. Что? По-возим, первый вариант. Второй можно посидеть пивка по печи. Ну, пока соседние вызовут ментов. А мы в машине же будем сидеть. И смысл сидеть в машине? А посмотрим, когда он придет. Ну, пока мы там по бутылочке бакуем. Хренат, яд, яд, яд. Только ты мне не снимаешь. Вот это он сам. Ты уже спалился десять раз. Я его позже. Не, хотя, хотя вариант, да. Припарковаться возле подъезда? Вот, вот я еще. Прям носом к подъезду. Ну, не носом, а ну, лопом. Да. Спасибо. И если у вас есть время, то почему бы и нет, да? У нас-то есть. Я говорю, было бы замечательно, но хотя бы, говорю, матушка, дождаться. Мне кажется, она вышла бы на контакт. Как ни крути, наверное. Может, скажи, она знает, что сетка не вместе. Вспомнила бы. Да, итальян-то знает. Если, как нам сказалось, сетка не вместе приходит. Не, не, я, ребята, поеду домой. Вы меня до метро довезите и все. Да мы тебя до дома довезем. Так, а смысл вам меня до дома довозить? Если вам надо не проморгать-то? Нет, я имею в виду сколько у тебя по времени свободно? Да я бы такой уже стартанул бы. Уже бы? Конечно. Бутылочку выпил бы и поехал. Не, ну, как сказала соседка, и в час, и в два ночи, мать, может прийти. То есть, это вам надо здесь как минимум сидеть часов до трех ночи? Сами, а что мы купим? Сами, слышь, давай закинем просто на балкон и все. Каким образом ты что, прикалывайся что-нибудь? Да ну. Да ты посмотри на сами. Мне посылку жалко, разобьется. Если же я буду искать вот эту печень водку, у меня такие люди. Ну да. Сейчас значит, что здесь никто подъезд не откроет. То же самое, что у Ванамаса. Видел видос, где он показывал? Там тоже был такой. Ванамаса я, кстати, не видел видос. Там тоже трынец. Вся дверь была залита, еще и соседи были залиты краской. Это просто жесть. Еще и бедофилы. Люди, люди с ума сходят. Что, надо уходить, пока пинтов не вызвали. Будет уже полчаса тусим. Все, все, все. Все, ребята, короче, уходим. Ну, блядь, я просто не верю, что ты ходишь. Парушку. 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 Здравствуйте. А вы из этого подъезда? Ну, как бы, да. Да, точно. А можно вас попросить об одном деле? Об одном деле, ты так помнишь? Дело, да. Смотрите, мы эти посылки привезли для одного блогера. Анатолий Мартин живет в вашем подъезде. И что? Его нету сейчас дома. Но мы хотим, чтобы он получил эти посылки от нас, от чистой нашей души. Хотим, чтобы вы и взяли эти посылки, а потом, а потом Толик к вам бы пришел и забрал бы эти посылки. К нам не прийти нельзя никак. Вообще никак. Даже там на минутку вы бы ему отдали эти посылки и все. Нет, к нам нельзя. Нельзя? Ну, я вас понял. Хорошего вечера. Хорошей ночи. Даже уже ночи, да. До свидания. Всего доброго. Попытка, не пытка? Ну, простите. Да, до свидания. Сань, подкинь меня на бах. Вот, ребята, смотрите. Вот прям становимся вот здесь. И Сань меня кидает. Вон он. Ну, там свет не горит нигде. Так что... Мы решили сесть в машине напротив подъезда Толина. Подождать какое-то время. Вдруг все-таки матушка Толиком придет. Чувствуем себя детективами, да? Да, детективами. Что заметили, ребята? Это вообще жесть. Это уже пятая машина такси, которая крутится возле подъезда Толина. Пиздец. Ждем Толика. Либо матушку Толика. Все, ребята. Я дома. Так и не получилось у нас сегодня доставить посылку Толину. Прождали мы его до полдвенадцатого. А потом поехали по домам. В общем, Толян, если вдруг ты увидишь это видео, знай. Тебя ждут две посылки от Йоли Кошлаковой и ее друзей. Выйди на контакт. Я тебе написал сообщение в Твиттере. Ответь на него. Когда ты будешь дома, мы тебе ее привезем вечером. На этом все. Всем спасибо за внимание. Всем удачи. Всем пока. Любви вам. Хорошего настроения. И только позитивных эмоций. До скорых встреч.